Дорогие телезрители, с вами в студии Мадина Лайпанова. Роль отца в жизни каждого человека имеет огромное значение. И в России даже есть профессиональный праздник ПАП, который отмечается каждое третье воскресенье октября. В нашей республике по этому поводу прошло торжественное мероприятие. О нем и не только поговорим с гостями сегодняшней студии. Итак, позвольте представить. Полномочная по правам ребенка в Карачаево-Черкесской республике Мария Юрьевна Алакаева. Здравствуйте. Здравствуйте. И координатор проекта «Навигаторы детства» Людмила Рашидовна Барлакова. Доброе утро. Доброе утро. Рада вас видеть у нас сегодня в гостях. Мероприятие состоялось у нас крупное, масштабное. Это был первый форум такой тематики, скажем так. И мы знаем, что организаторами выступили аппарат уполномоченного совместно с проектом «Навигаторы детства». Давайте расскажем нашим телезрителям, в чем была основная цель вообще форума и как, может быть, зародилась идея его проведения. Почему форум отцов, скажем так? Ну, идея проведения форума у нас появилась еще весной, когда мы провели первое регионально-родительское собрание, на котором участниками, как всегда, у нас были мамочки. И было небольшое количество пап, которые после завершения нашего родительского собрания подошли и спросили, можно ли провести для них, для пап отдельное собрание. Ну и мы начали размышлять над содержанием этого форума, и шла большая подготовительная работа. И вот начали изучать исследования, опросы наших подростков, детей, молодежи. И когда мы уже выбирали ту красную линию, по которой мы будем вести нашу историю с форумом, мы обратили внимание на то, что в этом году впервые наши подростки стали говорить о том, что залогом успешной жизни раньше были материальные истории, а сейчас к этой материальной истории еще присоединилось здоровье. То есть молодое поколение начинает задумываться над здоровым образом жизни. И, конечно, вот это было отправной точкой нашей тематики. Мы решили, что форум отцов мы посвятим здоровью наших ребят, здоровью не только физическому, но и психологическому состоянию. И, конечно, мы провели огромную работу вместе с Марией Юрьевной, подбирая спикеров, кто будет участником. Ну, а папы приехали сами, потому что дети... Их никто не заставлял, да? Детей... Ну, достаточно как бы настроить ребенка. Мы рассказали нашим ребятам о том, о чем мы будем говорить. И, вы знаете, многие папы были приглашены своими детьми на это событие. Проявили, в общем-то, да, инициативу. Да, и, знаете, мне кажется, во время нашего общения, общения пап с профессионалами, они были удивлены тому, насколько не понимают, и выпали из обоймы, сколько у детей проблем. И над чем нужно работать, потому что пока наши папы и мамы занимаются материальным обеспечением детей, к сожалению, враг не дремлет. И наши дети сейчас подвергаются очень большой опасности. Было очень много пап, которые приехали со всех районов муниципалитетов. Все 12 муниципалитетов имели своих представителей у нас. Было чуть больше 300, около 300 человек пап. 56, если не ошибаюсь, мальчиков. Именно мальчиков мы приглашали. Были педагоги, которые приехали, советники директоров по воспитанию. То есть женщин вообще не было, я так понимаю. Нет, были женщины просто педагогов. Мам нет. Это такая мужская территория. А так и называлась наша встреча отцы и дети, мужской разговора важный. Были представители общественной палаты, депутаты парламента, были психологи, были педагоги, которые представляют институт повышения квалификации, именно кафедры воспитания. Ну и был приглашенным гостем у нас, это практикующий врач-психиатр из города Череповца, Афанасьев Юрий Валентинович, который является уполномоченным по правам ребенком президенте Российской Федерации. То есть имеет такую вообще очень большую общественную, проявляет общественную активность. И вот он приезжал к нам на первое родительское собрание, которое было в феврале месяце. И вот запрос был очень большой. Хотели именно встретиться с этим специалистом. И он узкопрофильно. Именно по профилактике употребления психотропных веществ, и в том числе кибербуллинга, что сейчас очень актуально в наше время. Вот он провел очень такую, достаточно подробную, как доктор. Рассказал не о том, почему это плохо, а рассказал, на что это влияет, и какие последствия. Это совершенно другой источник, источник, когда доктор говорит, и восприятие его совершенно другое. Когда учителя говорят, когда взрослые говорят об этом, это восприятие совершенно другое. А когда практикующий доктор рассказывает о своей практике, с чем он сталкивается в своей работе, это было достаточно убедительно, скажем так. И потом у нас был еще частный прием, то есть очень много пап осталось, индивидуально задавали ему вопросы. Ну, шла вот такая большая работа. Я очень надеюсь на то, что это не первый и не последний раз у нас. Он уже второй раз был у нас. И уже запрос пошел из муниципалитетов, хотят к себе пригласить этого доктора. И то есть будем работать в этом направлении, потому что нужно прорабатывать защиту наших детей со всех сторон, с каких это возможно. Потому что сейчас уже не то время, когда мы можем думать о том, что кто-то может это сделать, а мы посмотрим и подождем. Сейчас уже все рядом, и опасностей очень много, к сожалению. Людмила Рашидовна правильно сказала, что при подготовке к форуму максимально постарались мы охватить все стороны. Поэтому среди спикеров также у нас был ответ секретарь комиссии по делам несовершеннолетних, который со своей позиции, со своего опыта поделился с родителями, с папами, теми актуальными темами, которые сейчас у нас существуют. Также был представитель следственного комитета. Опять же, важно было, что рассказывали именно про ситуацию в нашем регионе, именно про тот опыт, который есть уже в нашей республике. Дальше были представители движения первых, которые говорили о том, что обязательно, чтобы дети были вовлечены в общественную деятельность. Рассказывали, как это возможно сделать, и почему это важно. Также были представители Министерства по делам молодежи, которые тоже внесли свою лепту. Ну и очень важно, что были представители духовенства, которые также включились в разговор про ценности семейные, про роль отца в семье. Что еще в подготовке мы постарались делать? Многие из спикеров, если мы говорим о мужчинах, были многодетными папами. То есть это не просто род деятельности, это также и жизнь, реальность, потому что они сами многодетные папочки. Когда Людмила Рашидовна обратилась с инициативой, с идеей о том, что было бы хорошо провести первый форум для отцов, приуроченный к Дню отцов, с удовольствием, естественно, поддержали эту инициативу, включились в подготовительную работу, потому что, как уполномоченный, часто вижу, что на встречах, чаще всего кто бывает? Мама, когда проводятся совместные встречи, мама с сыночками, мама с дочками. Мы понимаем, что папа работает, мы понимаем, что у папы чуть-чуть другая специфика, но даже когда я еще была студенткой, на одном из семинаров рассматривался вопрос отцовства, материнства, детства, и преподаватель сказал фразу, которую на всю жизнь запомнила, что у ребенка спросили, в ней ребенок говорит родителям, знаете, почему у меня две ручки? Родители рассмеялись и спрашивают, а для чего, для чего тебе две ручки? Чтобы за одну ручку меня держала мама, а за другую ручку держал меня папа. Также фраза о том, что у ребенка два крыла, одно крыло папа, другое крыло мама, говорит о том, что без участия отцов, без участия в жизни детей, ценностная личность, счастливая, самая главная личность, счастливый ребенок не получится. И вот только когда и папа, и мама рядом с ребенком, только когда и папа, и мама находят время на ребенка, знают, что тревожит ребенка, какие опасности, как Людмила Ларшина сказала, мы говорили про опасности, про риски, какие риски угрожают детям, вот тогда хорошо, когда и папа, и рядом мама. И вот Людмила Рашидовна еще, когда выступала, она кадр из советского мультика показала присутствующим. Процитируйте, пожалуйста, Людмила Рашидовна. Ну, это всем известное стихотворение Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо. И там замечательная фраза, на которую в принципе в детстве мы не обращали внимания, потому что, наверное, тогда и той проблемы, что полных семей-то очень немного, к сожалению. Кроха сын пришел к отцу и спросила Кроха. То есть Кроха сын пришел не к маме, а пришел к отцу, что такое хорошо и что такое плохо. То есть понимание, что такое хорошо и что такое плохо, все-таки у детей, должно от человека, который является непоколебимым авторитетом, то есть от отца. И после того, как папа рассказал всем известное стихотворение, завершается Кроха радостный пошел и решила Кроха. Буду делать хорошо и не буду плохо. И вот в этом сочетании тоже самый важный момент, то, что Кроха радостный пошел, потому что папа поделился своим сыном, опытом своей жизни, рассказал, почему это хорошо, а почему это плохо. Поэтому вот институт отцовства, это, конечно, очень важно для каждого ребенка, потому что действительно птица может взлететь высоко, если у него есть два крыла. И второе крыло — это папа. И я думаю, что это тот самый вектор развития личности ребенка, который поднимает выше. Мама — это человек, который... Это душа, а вот сила и корни, и фундамент любой семьи — это, конечно, папа. Ну, по рассказам вашим уже понятно, что это было действительно яркое, интересное мероприятие. Хотелось бы узнать, получали ли вы какую-то обратную связь от участников, именно пап непосредственно. Здесь хотелось бы отметить следующий момент. В форуме принимали участие представители Совета Отцов приуполномоченных по правам ребенка. Это орган, который является таким мостиком между уполномоченным по правам ребенка и родительским сообществом. Мне часто задают вопрос, почему папы, почему там не родительское сообщество, почему там не совет матерей. Потому что здесь именно важна мужская позиция. Потому что часто мы касаемся тем, которые уже про проблемы, про беды, про сложности. И здесь очень важно участие именно отцов. Плюс ко всему, чаще всего в аппаратах уполномоченного, в институте уполномоченного работают женщины. Чаще всего уполномоченные тоже женщины. И здесь именно нужно подкрепление мужское, как общественников. На данном форуме спикерами также выступили представители Совета Отцов приуполномоченном. К ним после, я так краем глаза наблюдала, подходили папы, какие-то вопросы дополнительные задавали, что-то уточняли. Плюс еще был посыл, что если вдруг что-то происходит, и вам, мужчинам, будет спокойнее, комфортнее обратиться именно к такому же мужчине, да, вот, пожалуйста, эти лица перед вами, эти люди перед вами, они всегда знают, как меня найти, где меня найти, и вопросы будем решать вместе. Плюс вот Светлана Рашидовна до начала записи делилась о том, что к нашему приглашенному гостю, спикеру, подходили мужчины и жали руку. То есть не просто слова какие-то благодарности, мужское рукопожатие за то, что были озвучены актуальные темы, за то, что обратили внимание отцов на то, что они, может быть, упустили, может быть, не знали, может быть, знали, но не думали, что это так серьезно. И прям вот мы общались, я в один момент поняла, что мне нужно отойти, потому что тут продолжение мужского разговора. Да, действительно, контактами обменивались. Для меня тоже было показателем, что когда спикер закончил свое выступление, на экран выявили QR-коды его социальных сетей, его работ, папы достали телефоны. Вот это было очень важно. То есть они зафиксировали вот эту возможность обратной связи, возможность общения дальнейшего и изучения тех тем, которые были затронуты на форуме. В связи с праздником День Отца, что бы вы могли пожелать тем людям, которые носят это гордое звание? Поздравить пап, пожелать им крепкого здоровья и поблагодарить за то, что они с нами, с детьми, со своими семьями. Я тоже очень хочу поздравить наших пап, потому что и школа, и семья, и дети будут вместе, только если мужское крепкое плечо тоже будет рядом. То есть мама – это про эмоции, папа – это про силу и про мудрость. Поэтому поздравляю всех, пап. Спасибо вам большое. На этой позитивной ноте, я думаю, что мы завершим нашу сегодняшнюю беседу. Хотелось бы вас поблагодарить за интересное мероприятие. Надеюсь, что таких будет все больше в нашей республике, и вы будете получать такую обратную связь с благодарностью. Ну а с вами, дорогие телезрители, я также прощаюсь. Увидимся совсем скоро. До свидания. До свидания.